хайп это быстро нарастающая популярность и чем быстрее вы набираете популярность тем естественно быстрее и больше хейта в вашу сторону именно поэтому хайп вызывает всего лишь две эмоции либо же полное восторжение либо же наоборот полное отторжение но людей которые хайпуют многие либо называют авантюристами либо же крутыми тренд-центрами а сейчас в нашей жизни достаточно много хайпа мы его видим постоянно везде как в каких-то новостях в новостях связанных со звездами также на youtube канале но не всегда им правильно и умело пользуются и соответственно не всегда он может помочь нам добиться поставленных целей но если вы не боитесь использовать этот инструмент и будете использовать его правильно он может в кратчайшие сроки и с минимальным количеством средств принести мощнейший результат меня зовут Алена Полихович и сегодня мы с вами поговорим о хайпе как об инструменте маркетинга слово хайп в переводе с английского языка означает нестандартный рекламный ход очень часто он может быть агрессивными он направлен на то чтобы изменить отношения потребителя и также привлечь конечно же его внимание и удержать его и я приведу вам пример из жизни например нашего города Одессы которые славятся своим юмором является такой неофициальной столицей юмора и для него важны конечно же традиции и таким традиционным событием начиная с 1973 года была и есть юморина а ее символом был морячок пока в 2017 году команда маркетологов пиар-менеджером решила не сделать такой легкий ребрендинг и в дополнение к морячку представить новый символ это такая должна была быть уточка яркая милый в принципе символ ничего плохого якобы в этом нет однако именно она стала всеобщим раздором люди начали делиться на два лагеря кто-то был за кто-то был против стали писать десятки статей в сми куча публикаций в соцсетях с требованием вернуть этого морячка вернуть старый символ и вот такой вот хайп он уже рисковал просто перерасти в скандал просто городского уровня а он уже грозился каким-то срывом праздника испорченным настроением жителей и как же получилось все-таки все вернуть на круги своя успокоить людей все-таки провести классный праздник как же вышли ситуации просто команда маркетологов объяснила свой выбор свою позицию она представила максимально продуманный новый образ и объяснила почему стоит все-таки делать ребрендинг объяснила почему в нашем двадцать первом веке когда все стремительно меняется и мы движемся вперед нельзя зацикливаться на старом даже если это просто а вот символы чего-либо и нужно двигаться в ногу со временем и все стало гораздо проще понятнее лучше уточка все-таки полюбилась жителям не как мы это определили просто потому что она стала абсолютно везде ее подхватили кафе и это изображение рестораны появилась спасибо появилось очень много сувенирной продукции которую очень активно покупали ну и согласитесь что заставить покупать сувенирную продукцию не так-то просто поэтому нельзя это подстроить даже если ваша хайповая идея исполнила профессионально и вам кажется что лучше просто не придумать что она максимально подходит этому проекту помните всегда найдутся те кто против те кому что-то будет не нравится поэтому здесь может спасти только одно это высококачественный хайп но для того чтобы он был действительно качественным в основе должен должен лежать конечно же маркетинг и брендинг без этого это все сразу же обречено на полный провал чем ближе вы находитесь к своей целевой аудитории тем вам легче и проще уловить тот или иной тренд если вы долго занимаетесь каким-либо делом а будь то не знаю концерты их организации или же там seo продвижение или контекстная реклама тем лучше вы знаете свою аудиторию тем лучше вы знаете тренды в той или иной сфере и это дает вам возможности для будущей проработки а с потенциальными клиентами и также очень важно чтобы бренд команда которая работает вместе с новыми она также не боялась рисковать а так например известный проект и рэва плюс проект рэва love is они решили сделать такой небольшой проект который предназначен перед выходом новой лимитированной серии рэва и они обыграли вот эти вот все известные нам жвачки love is там фразочки типа любовь и это радовать друг друга даже на расстоянии в данных видеороликах на ютюбе они шутят на табуированные темы и хайпуют на том что близко молодежи и их ролики достаточно популярны они набирают по 2 миллиона просмотров и показывают высокий процент вовлечения такс мое мнение по поводу хайповых тем на самом деле хайп и тренды это для меня одно и то же люди которые стараются идти на волне трендов они собственно идут с целью хайпа некоторые люди идут с благородными целями там по хайповым темам например вот сейчас события в беларуси многие люди которые вообще никак не связаны с политикой их комментируют точно так же как люди которые не связаны с коронавирусом комментируют как надо правильно бороться с этой болезнью я немного на этой теме снимал ролики но я посвятил совсем другим вещам как бизнесу пережить то что устроили государство устроило здравоохранение да и сам вирус в целом я брал с этого акцента то есть я интересовался с точки зрения бизнеса я не лез в медицину хотя чуть-чуть им микробиолог но я не лез в медицину как лечат этот вирус почему я учился на микробиологию до 2005 года и я не знаю как на самом деле сейчас проводится в данный момент борьба с противовирусными заболеваниями созданием противовирусных вакцин возможно также как от гриппа когда было и тогда возможно что-то новое сейчас я не эксперт и не могу говорить об этом но когда начинает хайповать на теме выставляя себя экспертами в областях которых они не разбираются я не разбираюсь в белорусской политики я попросту в ней не разбираюсь я не разбираюсь в российской политики да я с трудом в украинской разбираюсь я всего лишь такой же зритель и читатель как вы и однозначно я против того когда специалисты которые собрали свою аудиторию собрали своих подписчиков начинают выражать мнение которое не всегда является экспертным но они есть такая фраза на эти когда мы всегда прикрываемся фразой по моему личному убеждению это ваше личное убеждение и помните что такие убеждения если они высказаны по темам например которые с которыми 99 процентов аудитории согласны они пол вы получите поддержку например защита животных например там защита детей там помощь больным детям здесь вы получите поддержку но стоит вам высказаться на тему которая может расколоть вашу аудиторию вы новую аудиторию не заработаете а старую аудиторию потеряете и часть аудитории от вас попросту уйдет потому что вы ее расколете на две части я никогда не призываю не обсуждать те темы которые раскалывают если только вы на этих темах не собрали себе аудиторию но если вы специалист какой-то сфере не привязаны к темам которые чаще всего являются политическими злободневными которые раскалывают людей на несколько лагерей я рекомендую не хайповать на этих темах и не пытаться на этих темах собирать аудиторию почему потому что аудиторию которой вы соберете ничего с этого не выйдет как делают например крупные тик ток блогеры они ведут паблики собирают паблики а потом понимают что они не могут с них заработать денег и бросают их точно также вы будете хайповать на хайпуете соберете не ту аудиторию которую вы попросту не сможете монетизировать и она не даст вам никакого дохода поэтому к хайпу нужно относиться максимально осторожно потому что он может привести как к потере аудитории так и сбора аудитории которая не представляет никакой вам полезной ценности если бренд попадает в тренд в самом начале популярности данного тренда то это возможность работать в долгу выстраивать свою коммуникацию платформу с перспективой на длительный период времени а возможно даже на три на пять лет если же он выходит на пике популярности то это где-то коммуникация на пару месяцев ну и конечно если бренд входит в попадает в тренд именно уже когда сам тренд прошел или там он уже заканчивается то это как говорится зашквар целевую аудиторию не обмануть и она прекрасно понимает что в такой ситуации тот или иной бренд он решил просто хайпануть и ему совершенно не близко а целевая аудиторию не живет ее интересами он вообще не находится с ними на одной волне так что это очень важно обязательно всегда отслеживайте именно на каком сейчас этапе находится тренд задумывая хайповый проект делайте ставку на звезду но не обольщайтесь и не думайте что она там сто процентов случаев сделает ваш проект популярным или успешным и в такой ситуации вам необходимо продумывать запасной такой план такой план бы ответьте себе на вопросы а что если что если пойдет что-то не так что если что-то не получится и в таком случае если действительно произойдет форс-мажорная ситуация вы ну если не в считанные минуты то точно в считанные часы сможете все провернуть снова все переиграть и получить свою долю популярности и хайп они очень часто идут вместе бок о бок и поэтому если вам например кажется что кто-то еще недостаточно известный но уже начинающий тот же артист может помочь вам в вашем деле то обязательно отстаивайте свою позицию обязательно используйте звезду например которая только начинающий для привлечения в ваш проект хайп это что-то неожиданное новое но обязательно точно спланированы обязательно помните об этом ну и также помните не забывайте что ничего абсолютно не бывает без проб и ошибок а соответственно нужно тестировать ничего не происходит просто так за один раз поэтому не бойтесь рисковать и не бойтесь просто пытайтесь делайте это несколько раз проводите эксперименты сейчас тем более есть для этого очень много ресурсов много площадок тот же tick tock например вы можете снимать какие-то видео для своего бизнеса а заливать по пять штук в день и какой-то из них обязательно выстрелит ну на этом все и я желаю вам хорошего дня хороших продаж вы обязательно подписывайтесь на наш канал оставляйте в комментариях как вы относитесь к хайпу будет очень интересно почитать не забывайте вступать в нашу telegram группу там нас живое общение также подписывайтесь и слушайте наши аудио подкасты и заходите к нам в гости в instagram аккаунт и до новых встреч